Здравствуйте, друзья! Привет, друзья! Мы поиграем в игру Зайчик Другая История Ну что ж, ответили на том, как мы встретились с милиционером Посмотрим, что нам скажут на то, что мы опоздали Полина говорит Ой Увидев перед тобой высокого мужчины, я шагнул назад Это не просто высокий мужчина Это милиционер как бы О, это же тот милиционер Который приходил к нам домой Про Лобу спрашивал И смотрел на тебя очень долго И мучительно Я, кстати, вчера смотрел видео Про первый эпизод Я уже столько забыл Я уже столько деталей первого эпизода Оригинальной игры позабыл Второй, третий эпизод я помню намного лучше Но они мне не больше нравятся Поэтому не видно, что я их лучше помню Вот он на него очень долго смотрел На что он делает в школе? Он лекцию рассказывал Здравствуйте Тихо поздоровавшись Я опустил глаза Как-то вы под на школу собрались детишки Да мы так Полина, объясняй Проспали Нет, почему нельзя было сказать правду Что Мы только там утром проблемы случились И до чего он там Споткнулся, упал, расшибся И Полина ему помогла Можно утаить информацию там про Алису И про всякое дверьё Но рассказать про то, как он там споткнулся И она ему помогала Это всяко лучше, чем проспали Алина сразу нашла что ответить Правду действительно говорить не стоит А если частичную правду Как бы сказать правду, но утаить Многие детали Мне кажется так было бы лучше Тогда сразу в секушку упрекут И узнать, что было ранним утром Так можно не рассказывать вот это вот Про зверьё Можно сказать только про то, что ты споткнулся Полина тебя увидела и помогла тебе Можно было бы на этом остановиться Вот настолько сократить правду Проспали, говоришь? А ты чего в тениках весь? Это Морозова тебя так огрела Он про Катю? Нет Полина у нас Морозова А Катя Смирнова Полина улыбнулась Нет Я упал просто Лёд скользко Вот ты равновесие не удержал Ладно ребятишки Некогда мне с вами болтать Дела важные ждать не будут А Алексию И допрос у Антона Единственное что хочу сказать Будьте осторожнее Костелки счёт неспокойно Ну сами понимаете И чтобы вечером из дома не выходили Специально по улицам проезжать буду Если я вижу кого Раз в отделение Вы всё поняли И Антон окажется на улицу И вот ходит в полицейский Так? Или не так? Да Конечно товарищ милиционер Я промолчал Оставь меня быть осторожна ты Морозова Почему она? Потому что Антон связался с Алисой И они могут за ней прийти Ну что из-за этого Или она просто ему симпатизирует больше Или потому что она девочка Он так говорит Непонятно Не торопливо проговорив фразу Милиционер обошёл меня И направился к своей машине А с вами надо быть осторожна ты Морозова Вот я тоже делал акцент на этой фразе Что он имел в виду Сашит Антон? Вот мне тоже интересно Почему я на ней акцентировал Внимание А? Колись милиционер Колись Ты не находишь его странным? Ну да есть немного Тихо отвратила Полина Да есть немного Но я думаю что он просто серьёзный Милиционеры всё таки А милиционеры все такие Надеюсь на это Посмотрев на Полину я сказал Ну что заходим А может не надо? Заходим А уже не поздно я Ну не все уроки случайно там Так сказать проспали Я вышел к двери и специально широко распахнул её Как только Полина зашла я тут же последовал до ней Тёмный мрачный коридор Ладно Антоша мне надо зайти в класс музыки Ещё увидимся Чё я как я и думал видимо уроки все кончились Вновь Шиполина поспешно ушла Мне же осталось лишь зайти в класс Вполне не хоть и настигло меня но оно было недостаточно сильным Чтобы овладеть мной Ток-ток Ток-ток Ждали? Видимо нет Потому что им как-то пофиг Судя по их лицу Я нашёл клад Войдя к началу урока я извинился на опоздание учительнице Благо мама позвонила ей заранее После чего поспешил сесть на своё место Красная А классная работа не красная Видели до парты И слушать монотонный рассказ Лидии Павлона Было невероятно утомительно На две недели я водил ручкой по леску Вырисовал различные узоры Сейчас он лису нарисует Время от времени он поднимал голову и смотрел то в окно то на часы А как же нарисовать лису? Время тянулось незаметно медленно А нет Время тянулось невероятно Медленно И хоть до 2 тык осталось уже пару минут Казалось что это целая вечность О да Знакомые чувства А как нарисовать лису? Невыносимо мучительно долго Невыносимо мучительно долго Такая же как и зима за окном Почему-то Тек снова стал это В центре Почему эта фраза была в центре А не как обычно в таком окошке Че такого бы ты фразе особо было Посидел в остальную часть урока И наконец дождался звонка Урааааа В основании того что началась переменная Вернуло мне мои жизненные силы Столь настойчивые тягивые людей помыли Однако идти все равно некуда А Однако идти все равно никуда не хотелось Я откинулся на спинку стул и снял очки Добавно пора смотреть на людей когда они не такие какими ты их привык видеть вот-то пред тобой жившие пятна краски на рисунке такие моменты начинал чувствовать себя посетителем музея и волшесторонним наблюдателем удовольствие смотрел за тем что фрей ходит вокруг рамоч да да я рамоч да да я да подожди ты сам сейчас разберусь что они делают они что фотоаппаратом что ли будет тем которые не украсть этим описывали а вы уже в сторону не друзей друзей не стала говорить облился в сторону приятели и приглядел всех ралка даже сидели так близко друг другу что мои глаза превратились в одну большую кляксу а нет видно что вот рома вот гаша я все равно могли видеть их очертания наклонившись они сосерднем что-то пытались сделать и дело оттуда доносилось шелканье глухие звуки удары в чего-то тяжелого парта кажется стоит заканчивать живым авангардизмом это белочки подошел поближе они уже убежали а что это вы делаете пока сейчас я заметил что в руках у рома была серого цвета ручка которого пытался раскрутить ух сволочь крепко сидит на вот промочек на перемене у одного тут ручку а приватизировал на а с удивлением перевел глядь на рому а про себя прикинул а за приватизировал скорее уж устроил рейдерский захват нечего было гнать что в карты меня обыграть обыграть сможет ну вот и трофей но мы еще раз посмотрел на ручку и покинул мне ручка такого не ручка от меня поближе я понял что это не просто ручка что это за ручка она была целиком дел не из металла а вот рядом с надписью вредка вставался маленький мониторчик ого ничего себе да это прямо как швенских фильмах дать а вот и словарь как в оригинале говорим что если бы это было по оригинале год нам наверное подметили что тут за ручка такая интересная и особенная мне так кажется ага только на не работает ни хрена вот и пытаюсь посмотреть что с ней по проворачивать ручки на обратной стороне вдруг увидел аккуратный чем-то вот эти три буквы о в п да она похоже именная ну что вова ну что это вовин ручка ну-ка дай я передал ручку дашь и тот наконец до получив ее вставлен изучать крутая на я тоже когда выжигаю и тогда внизу имя пишу ну как известные художники делают этого как-то нехорошо внутри лучше ли можно просто так поставить на на фон такую крутую вещь еще и с подписью а наверняка представляет какую-то ценность что такого обычной ручки хотя я бы и сам был был бы не против завестись такой ах какой хитрый а это имя точнее сказать инициалы того у кого вы выиграли на лице рома появилось некоторое смятение да нет по-моему а опасно серёгой звали и фамилию него кажись надо было а чего ты антоха вообще взял что это имя пошли а горит в обе на и бескресе да не знаю действительно чего я очень тяжко это именно инициалы после того начали или что-то подобное ну или тот мальчишка сам ее где-то у кого-то выиграл а если это вот это вот типа операция выискивание памперс а вдруг это как-нибудь так расшифровывается или еще какое-нибудь расшифровывание корей всего я в мне кажется это ручка вон у тебя почему-то жопы чуть выше . в этот момент даже редко замахнулся и со всей силы дарил ушка в стол да так что изнутри послышал те звоны для сбежания видя как рома и бяша бесцеремонно охотятся с такой вещью я понял что может что-то не стало надо сделаться ее обладателем вот какая-то ручка может и сломанная но сам факт наличия мне такой давал бы очень много а вот мысли что эти двое могут мне сделать мне становилось даже как-то страшно а мне кажется страшно будет за те вещи которые металлической фигней побьют металл как бы может и не прям такой большой и тяжелый но все-таки металл я посмотрел на рома и крайне неуверенно спросил а если она ну не работает можешь ее отдать от будет что ли это как его камень внизу бумага рома сперил меня взглядом и хищно улыбнулся ты извини братан но я вещами просто так не разбрасываюсь ну разве что разыграть могу пока он сказал об игре как я почему-то вспомнилась алиса ну давай я с тобой на нее собираю только что он как кидал меня взглянув сверху вниз на что играет собрал все у тебя хоть бабки есть у меня есть вкладыш я видимо выгону содержимое блюдо славы натяжной технике фарамонет в кармане посадился шелест так это реально как этим эпизодом сейчас будет я выводил и штанал тот самый получился мерседесом что получил от лесу а на вкладыши играете наш округлились глаза стала поднести картинку с машиной поближе а вот рома сохранял кладнокровие он притворяется это же и ты серьезно думаешь что я такую редкую ручку обменяю на какой-то там фантик ромыч это же да у меня таких вкладышей дома хоть жопой жуй это он мерседес бэнт на и вот она в с тобой не хо и вот на блин мерседес бэнт на и вот она в тобой раучи не хватало и свобяши изобличала безумный восторг а сам он не более трясти от счастья тьфу бля ну и три плоты братка я улыбнулся и понял что ребята собирают вкладыши у них наверняка большая коллекция которой не хватает моего мерса ну так что играем ромка вздохнул а может не стоит играть а просто делать обмен они мне ручку а я им вкладыш хочу мне проекте обмена азарт на игры где либо все либо ничего но если ты антоха готов такой клады что словно ручку менять топ по рукам а на секунду заколебался но потом ответил готов так что играть будем подкидно ножички я заметил как в руках бяши появилась засоленная и наверняка крапе крапленная колода карт а рова ромка прямо перед носом мастерки футал бабочкой я теперь правило это совершенно не хотел а давайте крестики нолики о крестики нолики я умею играть в эту игру ромка смехнувший закрыл глаза но все же вырвал петра однолет и положил на парку играем только чур у меня крестик так у него крестик а мы будем играть то я первый забудем центр перекроем так крестик давайте так сделаем ах ты коварный ну ладно так он тут уже нифига не сможет сделать так что это ничья походу ничья перекрываем снизу перекрываем здесь перекрываем здесь я просто играю на перекрывание так он никакой делать не может но у меня он не уделывает допустим что ли так делаю потому что я просто буду перекрывать систему прохода ага я тебе опа а сейчас походу нокаут как бы не было грустно поэтолготаться ни с чем я протянул кладу с ребятами папа всегда говорил карточный долг это святое хоть тут у нас плохие не карты так надо как-нибудь переиграть я так не хочу хочу чтобы им досталось чтобы им все досталось надо как-нибудь переиграть потом он к сложил руки на друзей издавали на меня стал осматривать свой бритв а тема смотрев на меня вдруг выдал чего тошик приуныл ладно давай как другу дам шанс отыграться играем скажем до трех побед ага ну тогда ладно тут перо вы че щедрый тип я не это засмеялись на лавка тут же череда сделал карандаш он я хотел продолжить так давайте он что ли первый но не так делаем этим шагалом все перекрою а может лучше себе и сделать получше нет подгадим ему он уже ничего не сделает новая ничья но как-то кто у нас все время происходит центр самовыгодная позиция давайте так ах ты крыса ну блин как они меня так обдурачно так кто проиграл его мое либо ничья либо просто третьего не дано так а вот и к вам они тоже умные так просто не дадут мне выиграть крысики норики чертовы это так ах умный какой попался лично умный компьютер я побрал я пищи так и сделаю вот сик тебе шагал ах ты ж блин ё-моё все-таки просрал сухой ну как так-то подарях на футы блин надо переиграть как сделать то компакт я слишком умный ну что тоха продал ты твой бен давай сюда я не хотя и передал кладбище руки рома он схватил его и довольно даже сказать лора да посмотрел на еще один свой трофей не верю сказка сегодня я уже не удивлюсь даже если клад по гору не найду а эту рома указал на ручку я домой отнесу и поскольку и плоскогубцами пытаюсь раскрутить а то она крепко держится собака на эмоциях рома еще раз попытался разобрать ручку но та еще рома не поддала не поддавать хотя он приложил за что усилия чего даже покраснел а так расстроен этим проигрыша ну как так то как мы могли проиграть еще и в сухую слишком умный компьютер попался слишком хитрожопый а моя тактика просто не давать просто не давать им возможности победить не оправдалось я антреках ничья приводила как будто слишком умный попался а то вдохом поправил безрукавку и поняв что делать мне уже нечего тут же решил немного пройтись а то зачем можно выиграть ой стоять я хотела посмотреть тогда так можно сделать тут нельзя достижение посмотреть на эти достижения посмотрите кто достанет а да посмотрим часы как только начинается перемена стрелки играют на перегонке да вот так во время урока поглотим на все сто а нет фигня имеется и это духовное завещание одного поколения другому на них присогласен сложно посмотреть в отвлекание что же принесем а во буря хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе даже после пропажей семена мы не будем в шассе бездеваться над ним чё деть будет этот что ли отпечаток острый как вытворил язвел воротенья уныл вписали вниз на их месте я бы делать то же Самое, ибо не очень интересно слушать монотонный голос Лидии Павловны. Ах, ещё что-нибудь интересное есть? Так, тут я поглазить не могу. Куда выйти сейчас не могу. А тут должно быть интересно. Тут должны быть отпечатки. По логике. Так, что-нибудь есть интересного? Так, погодите. Тут должны быть отпечатки, по крайней мере. Когда в прошлый раз было подобное, вот, крустение туда-сюда, здесь были отпечатки. То ли Алисты, то ли Волчары. А сейчас я тыку, ничего нет. Ну ладно, нет нифига. Ну ладно. Попёрли отсюда. Выйти! А то нас там Полина, может быть, ждёт. Полина, мы идём за тобой. В коридоре девочки не было, только изредка кто-то проходил. Но в нём, в основном, было достаточно пустынно. Никто не толкался, не кричал, не бегал по коридору. А вот, наснося всех на своём пути. Так не бывает. Это что-то ангельский школьный коридор такой. Так не бывает. Даже там в тихом коридоре наверняка найдутся всякие... ...арабские скакуны. Да, всякие бёшеные борсы. Вместо оглушительного ножевого школьного гула здесь теперь царила загадочная, даже чем-то настораживающая тишина стен, кабинетов и коридоров. Ладно, каждый день, вместе с грохотом и жужжанием эта мета покидает нечто большее. Оставляя за собой лишь ничем незаполненную пустоту, в которой бездох, как бездонным колодцем гулка, отдаётся эхо даже от самых тихих шагов. Проходя мимо двери одного из кибилетов, я увидел жирную надпись, сделанную маркером «Школа говно!» Погладил. Поглядывая на неё, я усмехнулся. Помню, читал книжку, где говорилось, что школа с греческой говорится как место досуга. Что, реально? Ведь были времена, когда мудрецы и философы собирались в школах и осуждали свои утопические идеи. Это потом у них стали появляться ученики, которым нужно было передавать свои данные, и из их мест отдыха они превратились в места инквизиции. Подорвавшись о месте досуга и развлечениями, сразу пришёл в голову я Диснейленд. Моя прекрасная мечта, которая согревает меня так же, как и улыбка Оли. Я сразу представил себе, как смеётся сестра, катаясь на тракционе, размахивая руками. Родители смотрят по сторонам, и с улыбкой идёт мороженое, а я оттую рядом и получаю неслыханную вторгность одного нахождения в этом прекрасном мире мечты о дании и детской сказке. Огружённый мыслей я повернул за угол, и тут... Полина? Полина! Толкнулся с ней. Ой! Ловно стоя птиц, испуганная щаловливым ребёнком, разлетелись в разные стороны разноцветные книги. Полина преувеличенно возмутилась. Преувеличенно возмутилась. Петров, да ты совсем зрение потерял! Я поправил очки и поспешил скорее помочь собрать упавшие книги. Извини, Полин, я тебя в самый последний момент заметил. Продолжая поднимать книжки, я решил поинтересоваться. А куда тебе столько? Это всё по музыке. Самоучитель, ноты и ещё несколько книжек. Так, просто. Последнюю книжку мы схватили одновременно. Да ладно. Оу. Поднявшись в коленок, я продолжал не отпускать её, параллельно вглядывая в большие голубые глаза Полины. Но эти секунды никогда лишь мне особенно лучшедарными мечтательными. Однако сама Полина, воспользовавшись моментом, хитро улыбнула через её движение, выхватила книгу из моих рук. Всё зашло это так стремительно, что я даже не заметил, как уже стал сжимать воздух. Шах и бат, Антон. Это ещё раз он проиграл, проиграл, проиграл. И такой рассеянный, Антоша, когда... Когда что? Тихо спросил я. Ну, когда так смотришь. Влюблённым взглядом, естественно. Вопреки, она аж форзовела. Сказав это и у Полины, у меня к щекам стало приливать тепло. Мы ещё раз посмотрели на друга, и вдруг она сказала. А помнишь, Антон, я говорила тебе, что здесь невероятно скучно. Что это место похоже на вакуум. Без звука, без музыки. Ну, точнее сказать, они здесь есть, но не такие, с которыми я хотел бы сталкиваться. Я был удивлён слышать такое слово, как вакуум от Валины. В моих глазах она всегда была и ящей девушкой со скрипкой, но никак не физик. Она, может быть, имела переносным значение. Или же я просто привык находиться в дурном обществе. Ну да, помню. Так вот, я нашла удивительный способ борьбы с этим. Ты когда-нибудь читал научную фантастику? Наверняка, я уверен, что это был любимый жанр. Не, на думать, я тут же выпалил. Конечно читал! У папы... У папы была большая библиотека лучших фантастических историй Кир Вулычева, Ивана Ефремова и других в его молодости это было модно. Помню, когда им нет того, мы в третьем классе подарили девочку с земли, который с упоением дочитывал все истории о путешествиях Алисы Селезнёвой. Он не вспомнит сейчас Алису? И даже отчасти завидовала ей классная девчонка, смелая, бойкая и самая главная должность любопытная. Так, с наившей прочтённым я часто рисовал космические корабли и другие планеты. И, конечно, не забывал про главную героиню... Алису... Воспоминания... Я встряхнул головой. Хоть я и не привыкла такое читать, но в нашей веб-зеке уже не осталось книжек по музыке, которые я бы не брала. А тут случайно подвернулось нечто новое. Не хочешь сам немного почитать? Ну, скажем так, освежить в памяти. Алису смотрела на стол... на стол... на ставку книг. Аккуратно вытащила из него серую книжку и прокинула мне. Не доказать, что я горел большим желанием снова начать читать фантастику. Интерес к ней у меня стал угасать ещё в классе пятом. Но разве сейчас я имел право отказать? Элина, я протянул руку, и теперь мы снова держались за книжку вместе. Но и сейчас отпустила уже Полина. Она ещё раз с улыбкой посмотрела на меня и поправив волосы попрощалась. Катя, а где Катя? Чё-то её давно не было в этой... линии. Подозрительно, наверное, гампакочка какую-то готовит. Ладно, Антош, до скорого. А то мне на музыку опять пора. Эх. После чего она быстрым шагом направилась по коридору, а я так и остался стоять на месте, крепко прижимая к груди серую книжку. Я слишком немного дыря, типа, музыки в один день. Ну хотя на что... Ну хотя на что не пойдёшь, чтобы стать профессионалом. Или чтобы убежать от... Ээээ... Тайности и мрачности этого посёлка. А вдруг это реально, чтобы... Не сталкиваться лишний раз, или это, или прочей хернёй, которая здесь происходит. Ладно, пора я тебе в класс. О, двор. Точнее, лес. Крято с двором. Обушка леса. Ура! Найдя домой, на пороге у меня сразу встретила радостная Оля. Её лицо было намного светлее и довольнее, чем в остальные дни. Там она чуть не прыгала. Стойте! Я вспомнил, что в прошлой серии Полина обещала прийти к ним в гости. Так это случится, или она... Ну, просто так я сказала. Это должно случиться. Я жду, чтобы это случилось. Хотя она и так в лице приходила, чтобы помочь Антону, но это... Не гость. Это не в гости. Это именно что помощь Антону. А вот когда придёт к нему в гости? М-м-м. Вот, любите него случай, я был невероятно рад видеть её счастливую детскую улыбку. А что это утром вообще было? Непонятно. Непонятная сова, которую таскивает Олю, Алиса, говорящая непонятные странные фразы и прочее. Что это, мать, его было? Мама, мама, тут Тоша пришёл! Вдруг не послышался мамин голос, но из-за льющейся воды было сложно понять, что она сказала. Пошли скорее тоже. Там папа такой классный мультик привёз. Мама говорит, что ты его очень любил. Какой мультик? Мне в самом деле интересно. По такой спешке немного растерялся. Ну ладно, сейчас подойду. Я снял куртку. О каком мультике она говорит? А та, я говорю, так, я, не задерживаясь, решил пройти к сестре. Так, помните, Оля ещё явно была готова к сумметному просмотру. Телевизор работал, подушки стояли на кроватевой стенке, а рядом на табуретке крытовался поднос с открытой банкой гущёнки и стопкой нарезанного батона. Оля лихо запрыгнула на кровать и взяла пульт. Ну что, ты готов? Ну давай посмотрим, что там папа привёз. Только я не долго, Оль. А то мне ещё домашку делать, эту проклятую. Я прекрасно понимаю сестру. Любому надоест сидеть в четырёх стенах и смотреть одни и те же мультики по сотни раз. Этому любое разнообразие для неё должно быть праздник. А если это там, какой-нибудь турак затерянный мир, где сплошные кровавые сражения, то разве... Разве ей бы это понравилось? Конечно, этот мультик вряд ли ещё вышел, он только с 2008 года, а тут действия в 90-х происходит, Но всё-таки, вдруг там была бы какая-нибудь жесть. Причём такая... Жесть, которая явно не больно в вкусе. Видите, как у дела на экране появилась картинка. И тут я немного... И тут я не мог поверить своим глазам, это же... Не могу я своим глазам, это же утиная история! Да, классный мультик. Мысли о домашке и иных делах тут же отошли на другой план, славно их никогда и не было. Мелодия чем-то похожа. Это та же самая мелодия, а авторские права не не прилетёт. Хотя нет, это не совсем та самая мелодия. Это та самая мелодия, но обработанная, видимо, чтобы избежать авторских прав. Да, по-моему, это реально та самая мелодия, только немножко изменённая, видимо, для того, чтобы избежать авторских прав. Надеюсь, что авторские права от меня не настигнут. Но, обычно, когда и не было. Я приезжал на кровати с открытым ртом, не отрываясь, смотрел на составку. О! Так, что-то знакомое, а? Так, из какой это серии? Это не самая первая серия, случайно? А, по-моему, в сериале самая первая серия. Во время припева Оля громко смело тебя напевала. Сказки! У-у-у! Ха-ха! Так, я, по-моему, реально, первая серия. Я хотел тебя поудобнее. Это действительно мой самый любимый мультик детства. И как я мог о нём забыть? Это страшный скурс Макдак, и его племянники били-били-били. Так, а ты враг Роджа Гламган? Братя Галф, Магика. Я вроде же слепом не до сих пор всех. И этот... Как его? Дигдак Макряк? А, точно, Дигдак Макряк! Он ведь ещё появлялся в мультфильме про Чёрного Плаща. Но, как по мне, это лишь от отколовшихся сердечка действительно большой захватывающей истории о привечении самого богата в Средней Мире. Кстати, я никогда в Макрях не знаю, как давно мне больше нравится в укиных историях. В укиных историях он как-то харизматичный и колоритный, это странно, вообще. Под находивших воспоминаниях я стал непроизвольно улыбаться, да так, что уже не... Да так, что уже было непонятно, что и нас тебе трое сейчас не больше. Ты, потому что у тебя не только... Что новый мультик, у тебя ещё и приступ ностальгии, поэтому ты счастливее. А, я вновь как раньше погуляю к экрану без заботности и детского восторга. Словно моя самая заветная, самая долгожданная, самая главная мечта, здесь лейлайк уже сбылась. Как же давно я видел этот мультфильм, этот мультсериал. В этой секунду в голове повекела мысль, что у меня ещё куча домашней работы. Да кому она нужна? Сегодня я хочу побыть тем, кем в сущности я являюсь. Обычным ребёнком. О, правильно, Тоша, кодобряю. Пожалуй, именно это мне и не хватало, все эти дни. Давай вместе, Тоша. В любой другой момент я бы назвал это детской глупостью, но сейчас... Сказки. У-у-у. Смотрите, как интересно, это написано, Антон и Оля. Как с ностальгия, у меня самого, у меня самого нахлынуло ностальгия. Ха-ха-ха-ха! Да, я даже серию надал, это первая серия про кораблик, ладно, кораблик. У меня самого нахлынуло приступ ностальгии. Опа. Вечером пошёл книг, я стоял распахнутый форточки, с жадностью глотал холодный зимний воду. В этой икону-то было невероятно душно, и не от ничего не хотелось. Вдобавок, я только недавно закончил свой испаритель приключения дядюшки Круджи и с большим трудом сделал домашнюю работу. Теперь мне хотелось только тишины и немного спокойствия. На окном большие хлопья снежины окружились в своём неповторимом завораживающем вальсе. Они то забавно слепали друг с другом, приобретая чудной вид. Подбывали вверх, пропадая где-то в темноте. Некоторые из тишины залетали под свет фонаря, начиная праздно блестеть и перерываться. Глядя на эту картину, у меня в голове непроизводно это звучало скрипка от её вьющейся волшебной мелодии. А вид падающей живой зимней гирлянды начинал навеивать ощущения праздника. Но хотелось снова надеть ёлку и с предвкушением ожидать Нового года. Эх. А у нас сейчас уже весь снег чёрный. У нас сейчас, так что как-то... Ну, атмосфера уж точно не новогодняя. Вся чёрная, солнце яркое, как весной, так что более такая весенняя атмосфера. Хотя, сейчас только февраль. Рассмотрев ещё пару минут у окна и достаточно насладившись красотой вечернего снегопада, я повернулся и возвалил на рюкзак. Что ж, наконец-то у меня появилось время, когда можно немного поностальгировать. Открытый диво и переправ учебники, я нашёл ту самую серую книжку, которую мне дала Полина. И что в ней? Аркадий и Борис, Тругацкий пикник. Только сейчас я понял, что так... Только сейчас я понял, что это... А, блин. Только сейчас я понял, что так был рад очередной трещи с... Что даже не удостужился посмотреть, что же именно я взял. Про Полину? А, да, видим, просто ещё с Полиной. Аркадий и Борис Тругацкий пикник на обочине. Я бы такой вряд ли стал вычитать. Я больше там по книжкам периода, книгу джунглей. Открыв книжку, я быстро пробежался глазами по аннотации. То этих у меня руки так и не дошли, хотя Тругацкий это вроде как классики научной фантастики. Думаю, их будет интересно прочесть. Я отставил рюкзак в сторону и довалился на кровать. Открыв первую страницу, я стал медленно погружаться в историю. Да, прошло пару часов. Время стало приближаться к двенадцати, а я всё продолжал читать, хоть и начиная понемногу клевать носом. Сейчас он уснёт. Я надеялся дойти до конца главы и закончить, как вдруг перевернув страницу, мне на коленке упал сложенный их прекрасный сток. Я подобрал его, и в эту секунду моё сердце трепетно забилось. Это наверняка от Валины. Она, наверное, специально дала мне эту книгу. Интересно, что она здесь написала. Что ей нравились? План о том, как нас влезать отсюда? Или... Каждую новую секунду меня всё больше и больше начинало переполнять волнение и любопытство. Режив долго не пытаясь тебя размышлениями и догадками, я подскочил и подошёл к столу. Пальцы сами тогда отворачивали листок, отгивая одну сторону за другой. А тут я заметил, что бумага, которую я держал в руках, была слишком жёлтая и шершавая. Словно она пробежала... Словно она пробежала так... Не пару дней, несколько лет. Видимо, это не отворина. Печарик. Открыл шкафчик... Открыл шкафчик, я аккуратно положил в него книжку. А что там всё-таки было написано? Смотри, все остальные предметы, я закрыл его. А что там было написано? Отвернув тетрадный лист, я поднёс его под лампу. Мои подозрения подтвердились. Это определённо было записано, но вот написано было однозначно не подлинно. Это красиво! Славно выведенных в угодить был неаккуратный, фрешущий текст, мелким острым подчерком. Я сдвинул очки, попытался его прочитать. Так, дыря я пошёл на это. Никто мне уже не... Я буду читать вот здесь лучше, чем то, что там. Дыря я пошёл на это. Никто мне уже не верит. Да и кто мне может верить, если я не могу быть доказательным перед самим собой? Как это вообще случилось со мной? Когда? Когда я начал становиться тем, кем вовсе не являлся? Это... Это не строчка из оригинального рассказа «Зайчик мне три мордоса». Наверное, тогда, когда взял эту чёртову ручку. Ручку? Это не та ручка, которую у Рома. Разве я мог тогда сказать? Это улыбка, это смех, а потом эта музыка. Она испытывает меня. Меняет меня. Я нач... Любит, а не кто бы, а... Кто... Они... Кто любил тебя? Любит. Я начинаю бояться. Хотя бояться я стал задолго до этого. Но что-то всё равно манит меня туда. В тайгу. Но я не знаю что. Порядание, агрессия, засадушили, чего? Желание пойти в этот плед? Или какая-то магия? Так, ну-ка, уберись отсюда. Магия? Маска? Вред, это не может быть. Не бывает же в наши дни чудес на свете. Нет, я не хочу больше этого. Не хочу. Эта игра дошла слишком далеко. Поскорее вы уже, родители, вернулись из... Я хочу уехать отсюда. Не хочу. Это не про... Это не про вот этот вот клан хозяина леса, Алису и прочих. Это не... Это не встреча случайно святого? Очень похоже на это. Так, Антон Читтоха. Быстрее читай. Это ручка. Ручка, ну, что она с ними как-то связана? Ну, что ручка связана с хозяином леса? Да, давай быстрее, я уже все прочитал. Этого не может быть. Не бывает же в наши дни чудес на свете. Ты уверен? Я не хочу больше этого не хочу. Эта игра со слишком далеко. Скорее бы уже родители вернулись. Не хочу уехать. Тайные несколько троечек были перечеркнуты. Но потом снова шел текст. Почеркнулся с тем кривым и еще более острым. Главное у того, кто это писал, начались судороги. Страшно. Ну, мне лично не страшно, но ситуация страшная, скажем так. В кого ты превратился, Витя Орешкин? В кого? В зайца? В зайчика. Я за глотулой отложил листок. Глотулу уставили стенку. А в голове начинался полный бардак. Кто написал это? Когда? Я краем глаза, словно боясь, видя что-то еще на этом клочке бумаги, обморил на текст. Это улыбка, это смех. А потом это музыка. Она испытывает меня. Меняет меня. Я начинаю бояться. Имели это какое-то отношение к колесе и другим? Дверям. Ух, йо. Я сразу вспомнил ту ночь, когда за окном на поле видел танец. Тогда я ведь тоже боялся и не знал, что делать. А потом к тебе в эту же ночь пришел волшара. Напал на тебя. И, видимо, сделал ситуацию такой, что ты подумал, что это был кошмар. Видимо, так это было. Неужели были и другие? Другие! Я подвинул к себе листок и еще раздумчиво его просчитал. Ну-ка, что у нас тут? Вдруг мое внимание сконцентрировалось на имени. Витя Орешкин, Витя Орешкин. Я повторял его, и что-то в этом имени мне казалось знаком. Похоже, зайчик, который дает чагуба. Но я никак не мог вспомнить, где я его встречал. Перевернув листок на другую сторону, я увидел какую-то вырезку из газеты от 8 января 1965 года. Маша энтузиаста, — гласил заголовок, когда шел стих. Маша энтузиаста. Преград нет страха, преград ни в море, ни на суше. Не пришли внимания на остальные отек, мои глаза взялись в припев, в котором ручкой были бы чихнуты и исправлены некоторые слова. И в итоге получалось четверостище. У страха нет преград ни в море, ни на суше. Четных друзей лишь шлет он иногда. Пламя души своей тайны зверей в тайге, что пронесешь ты сквозь миры и века. Чем больше я творила это послание, тем больше мне возникало вопросов и волнения. Почитав припев, я заметил внизу несколько линий, а то, с которыми были нарисованы различные дочки. Тем более, не было семь. Наверное, как каждый из них означает пропущенное слово. Но как в них найти? А что, если значки служат подсказками? Ну, есть как слова в тексте, обозначенные этими же символами, чтобы составить предложение. Ха, детские загадки! Я такое в журналах из библиотеки решал, когда помладше был. Так, что тут у нас? Первая где точка. Так, где точка? Я уже плюсик. Так, в губляте точкой обозначено слово. Страха. А этот трусик что означает? Нам, что ли? Страх. Еще есть линия, подкаркивающая это слово. Но не полностью, а лишь его основу, не затрагивая окончания. Начится страх. Хорошо. Остадающий слов. Следующий знак звездочка. Где звездочка? Я ее не вижу. Это тут, что ли? Или может внизу? Деветочка может здесь, что ли? Тайге, что ли? Деветочка обозначено слово. Шлет. Страх шлет. Страх шлет фламя. Быстро же бежал в голодание по куплету. Я светал стык. Страх шлет фламя для дверей в тайге. Ммм. Что это может задачить? Какой-то код. В свежих фильмах сейчас-то придумывали разные фразы, которые спрашивали, находив какой-нибудь секретный штаб. Неужели в нашем поселке есть такой? Вряд ли наоборот, если с Фолиной это стоит. Хмм. Я подошел к окну. Мой взор опустился на подоконник. А ведь совсем недавно здесь сидела та сова. А, было дело. О, только это стекло спасало от нее. А чего она не могла защитить, так это от страха. И ходящего от нее. От ее зловещих ярких глаз. Ведь... У страха нет преград. Ни в море, ни на суше. Как хорошо, что она сама не могла проживаться через это окно. Поэтому только стучала. Стучала и двойчила нас с сестрой. Концовка второго эпизода, если что. Чувство опасности настигало меня, будто нечто нехорошее высматривает. Следит. Мелония напряженная. Главное, но уже дышала спину. Из редкого простое напоминание о себе. И приближаясь еще ближе, говорила. Скоро, Антон. Скоро. Скоро мы придем за тобой. И за моей душой. И твоими близкими. Скоро все будет. Оля, это ты? Нет, Ладкий, это мы. Ладно, это Оля. Антош, мистер... О! Волчара. Не ожидал. Хотя я уже сказал, правда, Алиса, она не жаждала, что всерьез будет волчара. Два-третья. Срез под корей. Срез под корей. Так, что происходит? Срез под корей. Я даже сразу не посмотрел. Это опять этот волк. Точно же, как в первом эпизоде. Точно так же взял и напал на нас. О, Алиса. Ты куда? Я этого не нажимал. Дайте мне историю погладеть. Антош, не страшно, так нам кто-то был. И волчара напрясывается. Но я офигенно не испугался. У меня уже и полетят выработки как офиген скримеров. Но небольшой страх был. Видимо, из-за неожиданности, еще из-за чего-то. Алиса говорит. Скоро, Антоша. Скоро. Идя в школу, я услышал подойди себе голос. Его эхо отдало по спине. Выполз трой бегущих ледяных мурашек. Вы за переходящих к шее. Алиса? Кто прислушался к маличию, что расхрутила спиной. Но так, Тошка, ничего такого. Вет, как и меняли, это заставило мои легкие сжиматься. Тебе что нужно? Тебе что-то нужно? Пусть погуляйте давай, дайчонок мой милый. Да ладно. Я надеялся жаром от ее слов. Я... Ха-ха-ха-ха-ха. Отсюда вижу, что покраснел. Я повернулся к Алисе. Подозрительно. Алины слова доставили меня насторожиться. Ну что, Текки, будешь на одном месте топтаться? Я и не заметил, как перехожу со двой ноги на другую. Это я на месте. Пойдем, покажу тебе красоту. Предложение Алисы было ведьмало манчевым. Однако у меня уроки. Извини, но мне нужно идти в школу. Если я подаю еще раз, то житель не то ждет меня. Кучный ты, Тоша. Таким подходом мне она, девочка твоей, не будет. Этот смех вернулся. Хорошо, что этот смех остался. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну вообще-то... Так, Блэн, да, Алиса? Что, Антошечка? Я, во время дружу с одной. Тихо, Блэн, я посмотрел вниз. С Катей, что ли? Она хорошая. Катей, она меня ждет Полину, Олю и Катю. Но ты же не применяешь меня? Единственную лисичку. Но какую-то смотливую девчонку. Ты знаешь ее? Ну, пойдем уже. Не заставляй даму скучать. Алиса ловко уворачивается от ответа, что начинает надоедать. Ну, веди уже тогда. Жалко, я думал, что сейчас будет выбор. Идти с ней или не идти. Было бы прикольно, если выбор был. Я, конечно, обязательно бы выбрал пойти с Алисой, потому что я иду по пути Алисой. Но определенные подозрения у меня тоже имеются. Так, ну, пород, на воздух я сморщил брови. Алиса игры потянула мне руку. Однако я не стал ее трогать. Ответ, пожав плечами, она повела меня за собой. Ну-ка, ну-ка. А чем она тебе понравилась? Это Алиса шаг. А чем она тебе понравилась? Внезапный вопрос Алисы разорвал тишину. Она знает о полине, это подозрительно. Ты про Полину? Полина, значит. Задет, Антон. Проговорился. Ну, ё-моё, да, Тоха? Теперь все ясненько, Антошка. А увер... Чё? А уверена, что ты ей тоже нравишься. Может, она и сплажит тебя для своих эгоистичных целей. Во, Алиса начинает настраивать Антона против Полины. Видимо, для того, чтобы Тоха достался ей и лесу. Конечно, вот для этого. Не хотят отдавать его Полине. Хотят к себе взять. Голос Алисы появилась некая нотка кедрения и... Зависти. Я сказал бы не зависти, а ревности. Это более похоже на правду. Алиса ревнует. Алиса хочет тебя. Алиса хочет, чтобы ты был членом их клана, членом их упоротой шайки. Она не хочет, чтобы это был с Алиной. Лет же вокруг слава начал внимать её словам. Деревья закачались из стороны в сторону, будто ретлично подтакивая. Да, тоха, плохо, плохо, говорят деревья. Почему ты так считаешь? Да так предположила. А чем ушли в тишине? Я поглядывал то на подругу, то на лес. Окружающие нас от всех сторон. Жуткие корни деревьев и, наоборот, красивые стройные ели создавали неоднозначную картину перед моим взором. Если так посмотреть, то это довольно жуткое место, особенно в тёмное время. Но, а если глянуть по-другому, то... Это отличный уголок природы для поиска вдохновения. Тишина, перебиваемая лишь пением вето, превращающего мягкий снег, заиндевевшую сугробу доставляет тело и родным отдохнуть. Тишина, перебиваясь. Помнишь, я говорила, что они идут за тобой? Алиса решила напомнить мне о твоей лжи? А это, наверное, не была ложь, Антошка. Помню. Помню, что ты обманула меня. И для чего я получил эти снеги? До сих пор болят. Я поправил очки и погодательно почесал ушибленный лоб. Ой, да добудь ты. Ее напряжение в словах в ноге следа исчезла. Однако все же оставит за собой небольшой осадок в груди. Пойдем. Выбора до сих пор нет. Следующий хлоп, она взяла меня за руку и повела в сторону. Вместе мы стали стремительно обходиться у гроба и пробираться через многочисленные острые ветки кустов. Сейчас что-то будет, сейчас какая-то жесть начнется. А что-то сейчас что-то будет, я не хочу заканчивать. Мне слишком интересно. Ау. Воу. Глядь подружки упал на то, что я видел перед тобой. Какое-то мелкое ущелье. Ну как тебе нравится? О май. Алиса приобняла меня сзади. О май. Алиса, куда руки распускаешь? Дело дарилось жаром. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Да, очень. Да, как он дарился в бунгальских огней. Коими похвалиться вызывало у меня самые приятные ощущения. А она начала медленно протягивать руки к моим грудью. О-о-о-о. Что? Что ты делаешь? Жарковато, не правда же, Антон? Ай-я-я-я. Алиса, я даже не думаю, что он говорит, чтобы не пропуститься. Надежно погладила меня, после чего начала расстегивать куртку. Алиса, шо? Тише, тише, Тоша. Растегнув куртку, она принялась за мою рубашку. Мне... Мне это нравится. Ты мне лучше, Антоша. Я прикосновил тебя расслабил меня, но так, что я не заметил, как полностью облокотился на нее. О май! Нет, я не думал, что... Я не ожидал, что такое будет в этой серии. Я очень жалую, что такое будет. Да... Но тут Алиса резко отпустила руки и отпрыгнула в сторону. А? Упал Тоха. А почему на нем куртка до сих пор? Амулет! Не успев ничего, сообразить, как ухлосочный снег. Амулет! Уставившись на алине, с вы не понимающими глазами, я заметил, как что-то странное висит на моей шее. Амулет Фалины! Что это? Ах, Антошечка, Антошечка! Еще увидимся! Сторой секундой хитрой попал в кушпак глубже в лес, открывшись за темными стволами диких деревьев. Ох, черт! Правда, я не ушибся, но испугался знатно. Хотя, я думаю, это того стоило. Насмотрев странный амулет, оставленный Алисы, я заправил его под рубашкой и застегнулся. Это точно Алиса остается, похоже на амулет Балины, если честно. Или это какой-то их амулет? Не знаю. Но эта сцена была очень... Очень смущающей! Очень умайной! Чего вдруг она решила подарить мне это? Этот коготь! Ладно, я опаздываю, рассмотрю его в школе. Так, хороший вопрос. Либо это как-то связано с ритуалом, с их кланом, не знаю, может, ничего, это вовремя. Может, это чтобы они тебя в одном нашли, может, это чтобы принять тебя в клан, может, это чтобы тебе помочь, или наоборот, чтобы тебе навредить. Непонятно, в общем. Загадка такая, не раскрывается. Нифига непонятно. То одно, то другое. Но я все-таки буду смотреться к тому, что Алиса и Ханель-Леса, они стоят на нейтральной стороне силы, они не любят людей, но нато они сторожат порядок в лесу. И если ты не приглянулся, то они будут тебе помогать и попытаться тебя к себе в клан утащить. Втащить к себе в клан. Они будут тебя защищать, но они хотят, чтобы ты открался от человеческой сущности, но при этом они не хотят тебе вреда. Они хотят помощи, но в твоем внимании. Вот так я думаю, что вот, что сейчас предстоят Алиса, Ханель-Леса и прочее. Но не исключено, что они хотят его использовать, или хотят даже навредить им, а это тоже не исключено. От ряхивая остатки снега с одежды, я как можно скорее пошел в нужном направлении. Неожиданная встреча для меня вернулась еще более неожиданным концом. Однако, руки Алисы на мгновение сняли мою напряжение в эту учебную мысль о проблемах. Если наши встречи всегда будут проходить так, то я не против и опоздать. О, май, Антон. То, если быть честным, это слишком даже для Алисы. Ммм. Ты так думаешь? В третьем эпизоде она тебе вот конфетку без твоего соглашения в рот пихала. Так что, по-моему, это вполне в ее духе. В общем, пошли в школу. Так, заканчивать не хочешь, а сколько примерно прошло? Я даже и не знаю, может, целый час уже. Эй, Вантоха! Кричат старшеклассники. Так, я тут че не пропустил, только че не что-то надпись было. Нет, тут не было. Эй, Вантоха! Не останавливай, и не обращай внимания на окрики. И я сразу зашел в школу. И каково было мое удивление, когда, оказавшись в коридоре, я увидел беспечно стоящих и болтающих друг друга учеников. Считая, что звонок уже прозвенел, я решил поинтересоваться. Ребят, а можете вам сказать, сколько сейчас времени? Волосы хром разлетелся по коридору. Все дети затихли. Они осмотрели меня с ног до головы и появились дальше разговаривать между собой. Катя, капец, пришла! Ровно восемь петров! Закомый голос. Подойдя сзади, Катя дотронулась до моего плеча и встала напротив. Я уже сказал, что Катя капец еще вернет. Вот она вернулась сейчас. Но занять еще двадцать пять минут! Что, реально? А разве у вас не ровно восемь начинается занять? Ага, спасибо, Катя. Удивлен, я кивнул головой и попытался ориентироваться. Слушай, Петров. А это правда, что ты с бабулиным в лицо понравился? Ну да, было такое. А что? К нам вчера милиционер приходил, про тебя спрашивал. А тебя не было, как разложно доказать свое невиновное. Ведь такой серьезный, вот это ты преступник какой-то. Наверняка я его и встретил, когда опоздал школу вместе с Полиной. Что ты имеешь в виду? Последний раз, когда мы виделись, был не очень приятный для нас обоих. Сейчас она какая-то слишком добренькая. Вак, и на факсе хочется, как в конце, как во сне том самом роковом в втором дизоне. Но меня так просто не взять. Просто, если честно, я была удивлена, что ты смог дать ему отпор еще тогда, в школе. Вот и интересует, что дальше было. Антоша, мы же девочки. Все такие. Любим наблюдать за вами, мальчишками. Это я люблю наблюдать за всеми и вся. Встаю в сторонке и наблюдаю за всеми и вся. За счетом в не очень-то хорошем настроении. И не очень хорошо думаю о чем-то, когда наблюдаю за чем-то. Хотя в родной ситуации же бывает. Иногда хорошо думаю, иногда плохо. Весьма в тебе эту ситуацию. Да, все девчонки такие. Кроме тебя. Пожалуй, не решать сказать это вслух. Что именно тебе нужно знать? Обычная драка. Пару раз ударили друг друга по лицу и разошлись. Разошлись? У-у-у. Побурно потом этих опари. Бам-бам-бам. А Семен очки спиздил. А Бяша мне совсем другое сказал. Бяша? Предатель! Бяша? А что он сказал? А что он сказать мог? А то, что вы ему втроем нафтыкурили. Так что он очень не очухается. Че, Бяшка! Болван! Ты что такое, Антошечка? Чего это мы засомневались? Или ты смелый такой, лишь когда Полиночка рядом? Ну а если берешься где-то вновь, то за самодовольное лицо Катю? Нет, я определенно слишком долго терплю ее. Да, мне случай с Семеном ей ничего не показал? Не стал для нее уроком, как мне нужно себя вести. Еще бы чуть-чуть, и я бы накинулся на Катю. Но тут вовремя проснулось мое самообладание. И вырвался тяжелый вздох. Да, только тогда, когда рядом Полиночка. Это ты хотела услышать? Это ты хотела услышать? Ну так должен был сказать. На, даже сам признался. Посмех, вновь, шесть Катюка демонстративно зааплодировала. Вот так зааплодировала. И что? Отбесилие дальше мириться с этим Деда катил глаза в потолок, стынул руки в карманы и произорировал театральный выпуск, как и зашел в кабинет. Она достаточно быстро отцепилась. Может, в следующий раз так же попробовать? Кажется, это весьма действительный способ. Можно сказать правду или что? Или сказать то, что ей нужно? Я не понял. Ну ладно. Ладно, пора бы пообщаться с Полиной насчет дописки, которую я нашел в ее книге. Интересно, что это было. Станисли такое. Однако несколько раз пробежащись в поле этого локальника, Полина не попалась. Чтобы посмотреть в кабинет еще раз, я вдруг заметил, что Полина почему-то сидит за моей партой. Она что, пересел, чтобы быть поближе к тебе? Она посмотрела на меня и помахала рукой. Оу, май. Я немного засмущался, но не растерявший, подошел и сел на край парты, которая стояла впереди моей. Ну-ка. Привет, Полин. Добричка, Антоша. Ммм. Как бы мне не хотелось заканчивать сегодня серию, надо, наверное, закончить. Мне, конечно, уже... Это что-то одинаково ли? Пошло, по-моему, полчаса, а то и сейчас уже прошли. Так что, сохраняем. Так. В общем, сохранили. Выходим в менюшек. Этим он сейчас расскажет тебе, и они начнут обсуждать. Что-то, блин, дохерня такая была. В этой записке. Ну что ж, на этом у нас сегодня все. Ну что ж, на этом у нас сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, свои теории насчет зайчика, и... добавьте ее флэристы, и... всем пока-пока, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok